Еще одним приложением компьютерной графики является анимация. Это уже было видно из историй. Как только разобрались с отображением на экране положения ракет, сразу взялись рисовать мультики и делать игрушки. Это отдельная увлекательная область жизни и за несколько минут я могу только рассказать какая она бывает эта анимация. Классические мультфильмы, которые мы называем диснеевскими, потому что технологию их производства довел до промышленного масштаба Walt Disney, рисуют по слоям на прозрачной пленке и снимают по кадрам. При этом художник рисует только ключевые кадры, а промежуточные отрисовывает рисовальщик. Это специалист, достаточно хорошо владеющий рисунком, чтобы не испортить замысел художника, но образ он не создает, только заполняет промежуточные кадры понятными движениями по заранее оговоренной траектории. В компьютерном исполнении также существует покадровая анимация. Есть программы специализирующиеся на этом. Промежуточные движения компьютер также может достроить, но заменить рисовальщика в общем случае ему сложно. Например, если речь идет о примитивных векторных рисунках, то конечно функция Twin во флэше сделает перетекание из одного объекта в другой, но живое движение обычно намного сложнее. Другое направление это трехмерная анимация. Там модели живут в трехмерном пространстве, у каждой есть свои координаты, почему бы их не подвигать. Вводится шкала времени, на ней отмечаются для каждой двигающейся точки так называемые ключевые кадры, кейфреймы. Так делалось множество мультфильмов, например упомянутые в историческом обзоре истории игрушек. Но беда в том, что, как я говорил ранее, задать траекторию движения, чтобы оно выглядело естественным, это очень сложно. Естественное движение включает массу всяких отклонений траектории и скорости. Если же речь идет об анимации движения человека, особенно лица, то тут анимация выходит на практически недостижимый для компьютера уровень. Походка человека или животного, мимика лица, все это сложнейшие движения, которые нужно или упрощать или оцифровывать. И здесь мы переходим к следующему подходу в анимации, захвату движения настоящих актеров. Я думаю, все видели, как работает motion capture. Человека облепляют маркером, приводят в зеленую комнату, где с разных сторон расставлены камеры. Он там двигается, а потом, по данным всех камер, строится траектория движения каждого маркера. Всего человека оцифровать сложно. Фигура восстанавливается по маркерам, к ним же приведется виртуальный скелет, на который уже одеваются фигуры, одежда и все сопутствующие текстуры. Лицо оцифровывают примерно так же, только вместо маркеров наносят краской точки в определенных местах и камеру размещают на штанге, прикрепленные к голове. Интересно, что таким образом снимают как масштабные фильмы, так и вроде бы двухмерную анимацию. То есть, «Эватар» и «Шрек» и какой-нибудь вполне двухмерный с виду анимационный фильм делаются примерно в одинаковых зеленых комнатах. Зеленые комнаты – это так называемый хромакей. Ровный цветовой фон нужен, чтобы отделить объект от фона, и при этом, кстати, опять используется то самое разделение яркости и цветности. Маска, выделяющая объект, рисуется по границе цветового канала. Это теоретически может быть любой канал – красный, зеленый или синий, но на практике используется зеленый или синий канал, потому что красный присутствует в цвете кожи человека, а если зеленый и синий, ну, если человек жив и здоров, то они там встречаются меньше. Главное – не одевать костюм какого-нибудь совпадающего цвета, а то придется играть чеширского кота. Живых актеров для анимации нарисованных персонажей использовали и до появления компьютерной графики. Например, некоторые советские мультфильмы рисовали, переводя контуры актеров с кинопленки. Сначала в павильоне без особых декораций снимали актеров на кинопленку, а потом перерисовывали кадры и уже добавляли мультипликационные подробности и антураж. Вполне себе метод, если нужно передать реалистичные движения. Этот метод называли эклер. Сравним, например, «Аленький цветочек» производства киностудии «Союзмультфильм» 52 года и более мультяшные образы типичной диснеевской анимации. Очевидно, для каждого случая требуется своя технология. В этом обзоре мы не успеем поговорить про анимацию более детально, но важно помнить, что появившиеся на заре компьютерной графики разделения на двухмерную, покадровую и двухмерную вычисляемую, а также на трехмерную, которая только вычисляемая в силу своей природы и бывает, несколько размыта. Теперь и двухмерная, трехмерная анимация и даже кино имеют много общего по технологии захвата движения. А все это потому, что компьютерное моделирование движения это все еще технология будущего. На текущий момент полностью реалистичное движение, например, в мимике лица передавать не удается. Здесь было бы логично поговорить о видео, но это тема для отдельного модуля в нашем расширенном курсе. В следующем модуле мы будем говорить о сжатии графических файлов и там обратимся к работе с видео и даже попробуем проделать простые операции с видео файлами.